здравствуйте наши дорогие друзья сегодня мы продолжаем работу по росписи данной миниатюрки вот ну и сегодня покрасим бронежилет камуфляж будем делать типа флора база у нас будет оливковая процедура как обычно стандартная берем немного краски разбавляем водой краска это у меня yellow green от валеха номер 112 таким образом мы заполним всю поверхность жилета после этого приступим к нанесению пятен посредством самого камуфляжа и да уважаемые друзья не забываем заходили в группу вконтакте писать комментарии оставлять ваши фотографии с вашими работами будем смотреть обсуждать помогать возможности ну или же вы будете подсказывать что-то что знаете вы считаете что это хорошо приветствуем будем рады внимательно смотрим на то как идут детали у жилета чтобы покрасить только посредством сам жилет даже не то что сам непосредственно жилет а именно все детали жилета чтобы ничего не пропустить так я нанес основной цвет нашего жилета полностью на всю поверхность жилета дальше вот таким цветом это black green валеха номер 100 я буду наносить пятна но этот цвет я немного смешаю с нашим оливковым чтобы немножко прибрать насыщенность этого зеленого сделать не таким сильно темным вот так вот будет достаточно хорошенечко смешиваем этого цвета и начинаем рисовать что важно помнить о нанесении пятен главное чтобы их сделать нормального размера чтобы пятна не были слишком крупными и слишком мелкими то есть необходимо опираться то есть смотреть какие-то изображения с данным типом камуфляжа и постараться повторить по возможности максимально близко к оригиналу не боимся задевать рядом находящиеся детали они у нас все равно будут закрашены свои цвета и рисуем вот такие пятна Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем-то, этот камуфляж достаточно простой. Здесь самое главное соблюсти масштаб, чтобы эти пятнышки были необходимого размера для данного масштаба. Ну, и при рисовании соблюдаем их форму. Форму этих пятен, чтобы они были похожи на аутентичный камуфляж. Стараемся рисовать из-под лямочек и ремешков, ну, просто намечаем, обозначаем, что там тоже есть пятна. Ну, вот я думаю, что достаточно такого количества этих пятен. Для второго цвета пятен я буду использовать коричневый цвет от Vallejo. Это краска из серии GameColor. Называется она Beastie Brown. Этот же цвет есть и в серии Model Color. Color. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, на самом деле цвет слишком яркий. Мы его сейчас приглушим вот таким коричневым. Немножечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так будет достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять же, опираясь на изображение, начинаем рисовать коричневые пятна на нашем жилете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда пятнышки заходят на зелёные пятнышки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда они отдельно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Итак, вот такой вид имеет наш бронежилет после нанесения всех цветов. Далее я сделаю края у жилета. Здесь своеобразные такие, как тесенки. У него обшиты края. Сзади, вот здесь, спереди. И вот здесь вот, вокруг. Итак, беру черный, Валеха, номер 169. И выделяю этим цветом все детали, которые нам необходимо сделать. Ремешки, подшивки и так далее. Наносим на палитру некоторое количество этой краски. Берем кисть, наиболее подходящую для этой работы. И, можно сказать, закрашиваем все участки, которые необходимо далее окрасить в цвет. Лент, ремешков и так далее. Опять же, не боимся задевать какие-то детали. Если вдруг нечаянно задели, всегда можно поправить, перекрасить. Ничего страшного в этом нет. Продолжение следует... Не забываем следить за состоянием краски. Чтобы на палитре она у нас не пересыхала, добавляем водички. Краска, напомню, у нас акрил на водной основе. На палитре она подсыхает. Вот здесь на жилете идет, так сказать, подбой такой своеобразный, по краю лентой прошита. Она должна быть у нас другого цвета. Она идет по всему краю. Музыка. 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 Вот что у нас получилось после оконтуровывания всех необходимых деталей на жилете и ремешков. В следующем выпуске продолжу работу над всеми ремнями на данной миниатюре. Дорогие друзья, на этом наш выпуск завершен. Ставьте лойсы, заходите в описание. Мы продолжаем принимать средства на оборудование. Там есть ссылочка на донат. А также не забывайте посещать нашу группу ВКонтакте. Ссылка также в описании. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok